До последнего времени при укладке на польной плитке действовал постулат, согласно которому предыдущее покрытие подлежало обязательному демонтажу. Этому есть рациональное объяснение. Основа должна быть ровной, монолитной, а не состоять из множества фрагментов. Кроме того, черновая база должна быть достаточно пористой и шероховатой, чтобы обеспечить сцепление с клеящим составом. Если предыдущая плитка была уложена качественно, то проблем с монолитностью основы не возникнет. В противном случае связующая прослойка подвергнется излишней нагрузке и откалываться будет как новый слой, так и основа. Что касается пористой поверхности, то здесь все обстоит несколько сложнее. Строительная керамика подразумевает минимальное количество пор. У керамической плитки впитывающий коэффициент влаги варьируется от половины до трех процентов. Причем керамика с тремя процентами глазируется. Чтобы клея проникнуть в такую поверхность, количество пор и канальцев должно быть увеличено. Как это осуществляется на практике? Опорный керамический пол может быть зачищен при помощи шлифовки болгаркой. Затем формируются насечки для увеличения площади сцепления. Используется бетоноконтакт с игольчатым кварцем или песком. В идеале необходимо совместить все три способа, тогда поверхность станет шершавой и пористой.